Здравствуйте, Борисович. Здравствуйте. Да, всем привет. Я на самом деле кого-то знаю, кого-то нет, но это нормально. То есть можно говорить по-русски, да? Все говорят по-русски. Да, будет здорово. Ну, конечно, конечно, просто если никого нет не говорящего, то я с удовольствием буду говорить по-русски. Я просто прошу прощения, у меня некоторые термы, я просто не знаю по-русски, поэтому вы меня исправляете, но я буду говорить по-русски, потому что я, на самом деле, по-русски очень редко делаю доклады. Так уж получилось. Ну, почти никогда, по сути. Но я буду рад говорить на русском. Отлично, спасибо. Ну, в принципе, мы можем даже уже начинать. Сейчас 31 минута. Тогда, наверное, я объявлю. Ну, надо проверить, можно ли слайды показывать, работает ли это. Это демонстрация экрана. Так, видны мои слайды, да? Да, видно. Ага, ну, очень хорошо. Видно, видно, да. Да, да, отлично. Так, ну, здравствуйте, коллеги. У нас очередное заседание общероссийского семинара по оптимизации. Вообще говоря, у нас часто бывают очень интересные докладчики, доклады. Но так, чтобы вот у нас классик выступал современной оптимизацией и вообще, как бы, оптимизация. Бывает не часто. Вот мы с такого доклада начали этот семинар. Вот, когда Борис Кадрович Клодик открывал своим докладом. Вот сейчас мне очень приятно сказать, что очередное такое же событие. Вот, что классик, действующий, активный классик Борис Шалимович Мардухович будет сегодня у нас сделать доклад. Борис Шалимович, пожалуйста. Ну, Саша, вы, конечно, немножко загнули, как говорится, насчет классика. Это, конечно, так. Ну, спасибо большое. Во-первых, я хочу благодарить профессора Гасникова за приглашение выступить на этом семинаре. Это действительно замечательная идея иметь такой семинар всероссийский. И, так сказать, конечно, для меня большая честь выступить здесь. Я буду сегодня говорить о совсем недавних обобщениях мета Ньютона с позиции вариационного анализа. На самом деле, те, кто слышал мое выступление на конференции, посвященное Юрию Нестерову, на самом деле это новые результаты сейчас. То, что я сейчас, значит, пытаюсь представить, это результат, который был получен недавно. Статья, значит, только что она послана в журнал, но еще не опубликована, так сказать, совсем недавно. Ну, и хочу сказать, что, опять же, я буду очень благодарен за вопрос. Можно меня перебивать во время лекции, так сказать, совершенно нормально. Есть что непонятно. Или, например, какие-то термины, которые я не знаю по-русски. Надеюсь, что вам будут знакомы. Ну, слайды, конечно, по-английски. Значит, во-первых, если начать действительно с классических вещей, то все знают метод Ньютона для задач минимизации дважды непреднодифференцируемых функций. Вот мы рассмотрим такую задачу без ограничений. Функция Φ, она, значит, вот C to smooth, но это дважды непреднодифференцируемо. И что известно, что классический метод Ньютона, он обеспечивает локальную сходимость. То есть, если мы выбираем начальное приближение, так сказать, достаточно близко к решению, с квадратичной скоростью сходимости, значит, если вот Гесиан, классический Гесиан, матрица, значит, вторых смешанных производных положительно определенная. Вот это классический результат, конечно, но это только локальная сходимость. И поэтому всегда возникают вопросы о возможной глобализации. И известные всякие методы глобализации, классического метода Ньютона, который вот использует это line search таким вот образом, где на самом деле параметр tau k на каждом шаге, он определяется, значит, ну, есть какие-то правила для определения, будем говорить об этом. Вот, а направление, dk направление находится из решения вот этого линейной системы уравнений, которая, естественно, разрешима, если Гесиан положительно определенный. Но это классический метод Ньютона, где если вот hk – это классический Гесиан, это классический метод Ньютона. Но есть, естественно, более, так сказать, практические версии классического Ньютона метода, когда у нас это вот hk – это не Гесиан, а некое приближение Гесиана и такие методы, как мы знаем, называются квази-Ньютоновскими методами. Вот, один из таких методов, довольно успешный, он известен как Левенберг-Маркверт алгоритм или метод. И в этом методе вот это hk определяется как Гесиан в точке xk в итерации, плюс вот этот множитель μk на единичную матрицу, где μk определяется таким вот образом. Это вот классический метод Левенберга-Маркверт, и на самом деле есть различные улучшения, расширения этого метода, в частности, вот Роман Аронович Полик, он развил, получил очень впечатляющие результаты в этом направлении. Я не буду об этом говорить, то есть у меня цель немножко другая. У меня цель о том, как расширить вот эти методы на задачи негладкой оптимизации. Но негладку мы понимаем на самом деле негладку во второй степени. То есть некоторые будут совсем негладкие, а некоторые задачи, которые я буду рассматривать, они негладкие во втором порядке. То есть они, скажем, первая производная существует и непрерывная, а вторая производная как раз негладкая. Вот, кстати, преимущество Левенберга-Маркверт алгоритма в том, что классический хессиан здесь может быть только положительно полуопределенным. Это, конечно, существенное улучшение, потому что положительная определенность – это накладывает некоторые ограничения, естественно. А вот это более нормальное, меньше уже нельзя. Но вот это, когда мы имеем какие-то алгоритмы, которые работают для, скажем, задач, даже классических задач при положительной полуопределенности матрицы, гессиановской матрицы, то это, конечно, очень большой успех. Значит, вот какая цель моего доклада? Значит, цель моего доклада – вот расширить вот эти методы, которые я упомянул, классические методы, на случай, когда у нас нет гладкости во втором порядке. И тогда мы заменяем классический гессиан на некоторый обобщенный гессиан, который известен тоже как субдифференциал второго порядка. Ну, это называется код ривити-бейс, я поясню, что это такое. Ну, в общем, идея такая, что, значит, когда у нас нет сету гладкости, нет дважды, значит, дифференцированности, то мы хотим заменить вот этот вот объект на другой объект, который работает фактически таким же образом, как классический гессиан, но в негладкой ситуации. И мы сначала рассмотрим задачи, которые называются C1-1 Optimization. Это задачи, в которых целевая функция, она принадлежит классу C1-1, то есть она, значит, непрерывно дифференцируема в окрестности точки интереса. А ее градиент не гладкий, а липшицевый. Вот такие классы функций называются C1-1. То есть вот это, некоторые пишут C1-1, но на самом деле C1-1 это стандартное обозначение такого класса функций. Они не гладкие во втором порядке. И мы хотим для такого метода, для такого, так сказать, получить расширение демпфировано метанютона, используя вот бэктрекинг лайнс, я не знаю, как будут по-русски, значит, линейные ссы, но бэктрекинг, понятно, я надеюсь, все. Ну вот это просто математический сленг, то есть это вполне четкое понятие, бодательно стоит, и мы это увидим, как это означает. Потом мы хотим получить глобальную сходимость, то есть получить глобальную сходимость вот этого демпфировано метана Ньютона, когда гистьян заменяется на обобщенный гистьян. И мы таким образом хотим работать с этим Ревенбергом-Марк-Ветт-алгоритмом, тоже используя бэктрекинг лайнсердж, и тоже сначала рассматривая задачи, значит, C1-1 оптимизации. Вот, потом, значит, наша цель, на самом деле основная цель после этого рассмотреть задачи, которые с ограничениями, которые действительно негладкие и даже в первом порядке, но выпуклые. И это задача, которая, значит, называется выпуклая композитная оптимизация. Я знаю, что вот в вашей группе, которая вокруг профессора Гастникова, такие задачи рассматриваются. В терминологии мы потом расскажем, я поясню, но вот это задачи, которые имеют определенную структуру. И для того, чтобы работать здесь, мы используем так называемые forward-backward-envelopes. Я не знаю, как это называется, перевести каждое слово можно, но, видимо, в русском языке есть какой-то термин для этого. Это совсем недавнее развитие, то есть первая статья была опубликована в 2013 году в Conference Proceedings. И потом журнальные статьи уже появились гораздо позже. Но этот подход оказался довольно успешным для нашей цели. Я буду говорить об этом более подробно. И, наконец, последняя цель этого доклада – смотреть класс вот этих, так называемых, LASA problems. Эти задачи, которые возникли в статистике, и потом они очень используются сейчас, очень часто возникают в задачах, вот то, что называется, machine learning, это машинное обучение. Ну и другие, так сказать, классы прикладных моделей, где такие задачи очень характерны. И на самом деле есть различные методы, которые просто посвящены решению такого класса задач. Значит, мы рассмотрим вот такие приложения наших алгоритмов для таких задач с полностью чистыми экспериментами. То есть проведем конкретный счет и сравним, как наши алгоритмы для таких класс задач, как они работают по сравнению с известными методами первого порядка и второго порядка для решения задач, задач типа LASA, которые принадлежат классу, значит, выпуклых композитной оптимизации. Вот это цель основная. Значит, вначале я хочу напомнить некоторые конструкции первого, значит, Fast Order Analysis, общего дифференциальной, которую, на самом деле, я ввел в разное время. Но вот тут они все, значит, они все приведены схематично. И на самом деле больше можно найти, ну, все на самом деле можно найти об этих конструкциях. Вот в моих книгах, книга 2006 года, двухтомник, и потом более позднее, 18-го года, и в книге Рокофеллера и Ветса, 98-го года, первое издание. Ну, и потом издание тоже. Значит, вот эти конструкции, там можно все на них найти. Ну, я просто очень схематично поясню, что такое происходит. Значит, основная конструкция – это вот нормального конуса, который сейчас называется предельный нормальный конус, или, значит, под моими именами известен. Он определяется таким вот, это изначальное определение. То есть мы рассматриваем пределы, поэтому название – предельные. То есть обобщенные нормали к множеству омега, ну, тут в конечномерном пространстве нам не нужно ничего больше, чем в конечномерном. Вообще, на самом деле, конструкции также определены и в бесконечномерном пространстве, в другом эквивалентном виде. Мы расплатим множество омега, которые вообще предполагаем локально замкнутым, то есть не выпуклым заведомо, а замкнутым, рассматриваем точку, которая принадлежит этому множеству. И вот, на самом деле, эти предельные нормали определяются таким образом. Значит, коллекция – это множество всех таких вот вий, так что существует некая последовательность xk, которая сходится к xbar, наша точка интереса, и положительные числа λk и, значит, евклидовой проекции, вот эта вот π, омега стоит за, значит, классическую евклидопроекцию. Берем проекцию вот в этих точках, это не пустое множество, если омега выпукла. Так что вот эта линейная комбинация, тут даже вот αk, сходится к ми, вот когда вот это мы имеем, то вот эта коллекция этих веков. Значит, что интересно, что для выпуклых множеств этот конус совпадает с классическим конусом выпуклого анализа. Но когда не выпуклое множество, то это, значит, множество может быть просто не выпукло. Например, если мы рассмотрим, скажем, функцию минус абсолютной величины x в нуле, то вот этот конус будет просто два, два, рейс, два, значит, полу, я не знаю, рейс, как я забыл, два, значит, лучи, два луча. Лучи, да, два луча. Спасибо, Саша. Значит, будет два луча. Или, например, рассмотрим, когда, опять же, простейшее множество график функции абсолютно величина x, то этот конус будет не выпукло. А если берем о выпуклении, что на самом деле в этой ситуации совпадает с конусом Кларка, мы получаем все пространство. И это, на самом деле, результат не только для такой функции, а для, так сказать, очень большого класса множеств, которые называются графикой Лепшицевым множествами, или многообразиями, которые включают все монотонные операторы и многое другое. То есть, а выпуклять нельзя, по крайней мере, в геометрическом плане. Ну, вот такое, значит, понятие. Потом понятие, значит, копроизводное или копроизводное, код ривити. Опять же, мы чисто схематически это определим через нормальный конус графику. И вот это как раз тот случай, где нельзя выпуклять. Потому что, опять же, когда мы выпукляем нормальный конус графику, то у нас получаются большие проблемы. Для вариационных неравист, например. Но это вот схематично определяем таким образом. Положительно определенное отображение, которое в случае, классическом случае, когда у нас имеются гладкие функции, сводится к транспланированному икобиану. То есть, вот это знак стар, звезда это транспланированная, т, значит, вот и так определяется. А в общем, это некоторое отображение. И, значит, соответственно, субдифференциал тоже определяется геометрически, вот как в моей первой статье 1976 года. Но сейчас через нормальный конус к эпиграфику, к надграфику. И в этой ситуации, когда у нас имеется надграфик, опять же, это геометрически определяет для простоты. Имеется много аналитических представлений через пределы регулярных субгредиентов, значит, проксимальных субгредиентов, фрише субгредиентов. Имеется много об этом написано, я не буду сейчас говорить. Я прошу прощения, я не буду сейчас говорить. Собака лает. Ну, что интересно, что вот эти конструкции, которые не выпуклые, вообще говоря, и, то есть, нельзя применять методы выпуклого анализа, как, например, теремоотделимость и другие вещи, они на самом деле обладают абсолютно полным исчислением. И это именно, так сказать, суть вариационного анализа, потому что это все основано на вариационных принципах или экстремальных принципах. Так сказать, я не буду об этом говорить, но на самом деле некая вот такая вариационная, оптимизационная техника, она применяется для развития вот всяких исчислений, многих других вещей для вот этих понятий. То есть, это действительно новое, которого не было в выпуклом анализе или в опукленном анализе, но здесь это все работает. Теперь, значит, вот что такое обобщенный гисян. Обобщенный гисян, я ввел это в начале 90-х совершенно для других целей, тогда никаких численных я вообще не рассматривал и даже с точки зрения устойчивости. Значит, схематично определяется как производная от производной, но в нашей ситуации, наша производная первого порядка – это субдифференциал, а производная многозначного отображения, мы рассматриваем вот это коды ревизии. То есть, производная от производа, но в дуальном таком представлении. Вот это вот, опять же, когда у нас имеется классический класс дважды неприэндифференцированных функций, это просто гисян, вот так, значит, линейно, которое к направлению он приложен, а в общем случае это, значит, многозначное отображение, которое, опять же, обладает хорошим исчислением. То есть, на самом деле, определение только, как говорится, с начала игры. Основное – это исчисление. То есть, можно ли мы пройти, вычислять эти вещи для композиции, для всяких вещей, и, кроме того, вычислять в конкретной ситуации, где система задана, как это все вычислить. Но, опять же, если у нас функция C1-1, то тогда второй, значит, сублесца второго порядка или обобщенный гисян, он таким образом находится через скалеризацию, но когда этого даже нет, то есть, когда у нас произвольные функции могут быть с бесконечными значениями, то для важных классов, которые возникают в оптимизации, эволюционном анализе, есть конкретные формулы, как вычислить полностью это в терминных, так сказать, начальных данных. То есть, имеется много работ. Я, опять же, не буду об этом говорить сейчас, но если кто интересуется, то литература действительно большая по поводу вот этих конструкций. Мы, значит, будем конструировать. Мы это вычислили, кстати, для задач Ласса. Ну, а сейчас просто, значит, цель использовать эти конструкции для обобщенных методов Ньютона. Значит, первый алгоритм для задач C1-1 оптимизации. Значит, почему кодуривити-бейс? Потому что само это понятие, оно основано на кодуривити, на копроизводные. Значит, вот так вот мы называем это кодуривити-бейс. Ну, можете как угодно называть. Значит, ну, здесь ситуация такая, что мы, вот это алгоритм для, значит, таких вот функций C1-1. То есть, мы берем параметры, это глобальный алгоритм, глобально сходящийся алгоритм. То есть, берем любую начальную точку, берем любую начальную точку и берем эти параметры сигма и бета, тоже довольно стандартно. Значит, если у нас имеется стационарная точка в итерации xk, то мы останавливаемся, естественно. А если нет, то выбираем направление dk из решения вот этого обобщенного уравнения Ньютона. Это уже не линейная система, а это уже система, которая определяется вот этим обобщенным гисяном. Есть у нас классический гисян, то, естественно, это стандартный метод Ньютона, но, значит, демпфированный. То есть, я говорю про демпфированный метод Ньютона. Значит, если нет, то вот эта вещь стоит. Потом мы, армия правила, rule мы используем, и итерация берется здесь. То есть, на самом деле, наиболее интересная часть, новая, это вот это то, что красно выделено. И, на самом деле, конечно, когда алгоритм, он записан, то вопрос о разрешимости, то есть, можем ли мы подстроить эту итерацию, это нетривиально вопрос, что можно определить все, что угодно, а итерацию подстроить нельзя. И потом, значит, насчет сходимости. Сходимости мы смотрим на глобальную сходимость, и, значит, вот хотим получить результаты, которые позволяют, значит, доказать разрешимость разрешимость вот этих алгоритмов и глобальную сходимость. Значит, наша, вот для этого алгоритма, значит, стендинг, то есть, основное предположение, это о том, что обобщенный гисян положительно определенный. То есть, это полная, значит, аналогия классического результата, когда у нас все для классического гисяна, а сейчас вот мы требуем, что это вот гисяна. Вот это основное, значит, PD, positive definite. Вот, значит, мы хотим использовать понятие, которое было введено в революционном анализе, в оптимизации, на самом деле, довольно давно. Это было в статье Терри Рокефеллера и его ученика Рене Поликяна. Они определили понятие, то, что называется, tilt-stable local minimizer. Я не знаю, как будет по-русски tilt-stable, возможно, даже и никак. То есть, ну, tilt-это наклонный. То есть, вот если, значит, там Пизанская башня, она наклонная. Вот tilt-это наклонный. То есть, вот так это английское значение. Значит, понятие такое, мы, это для функции вообще с бесконечными значениями. r с чертой означает все, значит, вещественные числа и еще плюс инфинити. То есть, вот это просто, на самом деле, это, конечно, просто такой трик, который позволяет охватить задачи с оптимизацией. Потому что, если у нас есть минимизация такой функции, то, на самом деле, реальная минимизация происходит на этом эффективном домейне, там, где она конечна. И поэтому все, где она не конечна, это идет в ограничение. Это такая схема, которая хорошо известна в выпукном анализе. Значит, что называется tilt-stable minimizer? Это такая ситуация. Мы говорим, что вот это их чертой из-за домейна, вот то, что я рассказал, значит, является tilt-stable minimizer с модулем L. Если мы рассмотрим окрестность, значит, рассмотрим окрестность вот этого их чертой и рассмотрим, значит, сдвинутую функцию, вот эта tilt-part-тр функция, мы рассматриваем не функцию φ, а минус вот это вот v, это параметр, значит, tilt-stability и вот такая вот линия каноническая, значит, функция. И если вот это вот множество решений, вот такой сдвинутой функции, которая вообще, говоря, неоднозначна, почему должна быть однозначна? Если на самом деле она локально однозначна и непрерывно полившится, тогда мы говорим, что у нас это есть tilt-stable minimizer. И на самом деле в этой ситуации мы имеем такое локальное решение, которое на самом деле, если мы начинаем ее возмущать вот этим tilt-stable, тогда у нас все однозначно проходит и липс-стабильность. Вот это понятие было введено, на самом деле очень абстрактное, в точности вот в таком вот виде. И ничего, исчисление не было построено, потому что мы не знали в то время исчисление вот этого второго субдифференциала. На самом деле тогда Терри обратил, что вот это мое понятие, которое для других целей оказывается удобным в этой ситуации. И вот это основной результат, который в этой же статье. И он говорит так, что эти функции фи достаточно общие, но есть название, значит, прокс-регулярно и субдифференциально непрерывно. Значит, я не буду об этом говорить здесь. Я просто скажу, что те функции, которые мы рассматриваем в докладе, они все удовлетворяют вот этим условиям. И вот это вот понятие, класс функций, который во втором, в эволюционном анализе второго порядка, это, в общем, на самом деле, я бы сказал, основной класс функций. Мы не можем, все функции, это хорошие функции. Ну, разумеется, все выпуклые, гладкие, различные комбинации, функции максимума. Масса всего, они прокс-регулярны и гораздо больше. И вот что было доказано в этой статье, что их чертой является тилт-стабильным минимайзером, тогда и только тогда вот этот обобщенный гисян является положительно определенным. То есть это результат, который указывает на связь понятия положительно-определенности и классического, и, значит, понятия тилт-минимайзера. Но, естественно, в классической ситуации у нас это обобщенный гисян, и это говорит, значит, о таком классическом результате, который на самом деле был получен впервые в этой статье, что вот если у нас имеется гладкая дважды континист-дифференцированная функция, то мы знаем, что если гисян, если это там точка минимума, то гисян будет положительно, значит, полуопределенный, а если, значит, положительно-определенный, то будет достаточное условие. Здесь вот условие положительно-определенности классического гисяна является необходимой достаточно не для любого минимайзера, локального минимума, а именно для тилт-стейбл. Вот это интересный очень результат. Но, опять же, дальше этого, значит, не удалось пойти в то время, потому что не было исчисления для этого понятия. А вот совсем недавно мы это исчили, и доказательство очень сложное было. На самом деле Терри мне говорила, что он считает, что это одна из его лучших статей за всю карьеру. И он был очень переживал, что она до последнего времени развивалась. Но, опять же, есть причина для этого. А основная причина, что мы не могли тогда ничего сделать для задач со структурами, то есть линейно-программированные, для, значит, коник-программы, для задач, которые интересны, где есть ограничения. А сейчас мы развили вот это всю машинерию, развили весь аппарат для задач, значит, с ограничениями. Для основных классов с ограничениями имеется полная, значит, коррективизация этого понятия для задач в терминах, в заданных терминах. И мы можем посчитать сейчас полностью вот этот лучший модул, лучшую константу L. Тоже имеется форма для этого. Значит, я не буду сейчас об этом говорить, просто имейте в виду это понятие. Опять же, кто интересуется, массу вещей написано. И вот это первый результат. Опять же, для задач C1-1 оптимизации. Это, значит, на самом деле полученная статья с моими аспирантами и постдоком. Это новая статья. Вот, и, значит, первый результат, что если у нас имеется, значит, C1-1 функция, при условии положительной определенности, PD, тогда, во-первых, мы имеем разрешимость. То есть вот этот факт говорит, что имеется такое направление ненулевое, которое натворяет. Также эта разрешимость имеется, когда мы используем ADMIHA rule, то все это продолжается. И для любой начальной точки, значит, каждая предельная точка является tilt-stable локальным минимумом функции f. И мы имеем такие условия сходимости. То есть у нас сходимость, скорость сходимости, значение функции φ, q-линиер, линейная. А сумма сходимости итераций и градиентов, значит, r-линиер, ну, я думаю, все знают эти понятия. r-линиер немножко хуже, чем q-линиер, но это все линейная сходимость. То есть в общей ситуации мы имеем линейную сходимость. Но нас интересует сверхлиниерная сходимость. То есть когда мы говорим о метке Ньютона, то, значит, все, что мы хотим, на самом деле, реально доказать, сверхлиниер, суперлиниер, конечно же. И вот для этого мы используем новое понятие, которое было недавно введено Хельмотом Кфефером, это австрийский математик, и Иже Аутрата, это чешский математик. Они вместе работают, я с ними тоже вместе работаю, но не в этой статье. Вот они в виде понятия, что называется, semi-smooth полугладкость-стар. Но на самом деле есть понятие полугладкости, semi-smoothность, которое известно в чистых методах, и массу веществ, где она для этого, их понятия лучше. То есть они назвали, это их название, semi-smooth-стар, и они предъявили в термах ко-производные. Вот опять же это определение, такое довольно простое, не будем вникать в это дело. И на самом деле, что они, это для многозначных отображений. Для многозначных отображений. Если это выражение однозначное и непрерывно по липству, то это понятие сводится к классическому понятию полугладкости, которое только для такого было введено, если у нас F, она, значит, directional differential, то есть она дифференцирована по направлению. Вот в этой ситуации сводится к полугладкости, а в общем это гораздо лучше, и чем еще лучше, чем потому что имеется исчисление. Учитывая, что ко-производные имеют исчисление, то это понятие тоже имеет, ну исчисление что это? То есть мы знаем, значит, когда вот это понятие, когда это полугладкий стар сохраняется при разных комбинациях, для структурных задач наиболее существенных. И вот результат, который мы имеем, если у нас имеется на самом деле вот это вот semi-smooth-стар свойство для градиента, что мы сейчас рассматриваем в сиво-оман оптимизации, тогда у нас имеется суперлиния, то есть в этой ситуации мы получаем суперлинию, суперлинию сходимости. Ну а для там разных случаев, то есть мы должны как-то параметры adjuster, но это вот все написано здесь. Ну вот, так сказать, если вывод, который имеется, не тривиальный результат, но здесь у нас имеется, значит, мы, значит, вот roughly speaking, мы получаем сверхлиниерную сходимость, есть ли у нас вот вдобавок к тому, что мы предположили, имеется вот это свойство полугладкости semi-smooth-стар для градиентного метка. Теперь рассмотрим вот Левенберг-Маркворд метод. Опять же, сначала для C1-1 оптимизации. В этой ситуации мы не накладываем положительную определенность предположения, об рассматриваем положительную полуопределенность, позитив семидек, обобщенного гисяна, PSD. Вот это вот сейчас мы получаем ослабление. И в этой ситуации, конечно, у нас ничего, мы не говорим про tilt-стабл, но вот то, что происходит. Вот такой алгоритм. Алгоритм строится, в общем-то, вот это все выбирается параметр, алгоритм довольно стандартный, тут же армия хорун, но вот это основное расширение ньютоновского уравнения. То есть у нас, опять же, место уравнения, место гисяна, которое имеется в классическом алгоритме Левенберг-Маркворд, обобщенный гисян, прибавить вот эту вот добавку. И, значит, добавка, она определяется точно так же, как в классическом методе Левенберга-Маркворд. То есть вот новое здесь как раз в том, что мы заменяем обобщенный, мы заменяем классический гисян на обобщенный. Все остальное довольно стандартно. Значит, что мы имеем в этой ситуации? То есть, во-первых, мы имеем разрешимость. То есть в этой ситуации, значит, у нас такая последняя итерация может быть построена глобально, может быть построена. Вот, и опять же, это вот с этим с армия хорун. И также результат расходимости, что для любой начальной точки х нулевой мы можем построить итерации так, что последовательность значений монотонно убывающие и любая предельная точка является стационарной в общей ситуации. То есть не идет речь о каких-то свойствах, даже мы не говорим, что у нас будет минимайзер, мы говорим, что будет стационарная точка, не говоря, что там не будет устойчивое минимум об этом речь. Вот такой результат. Потом, чтобы получить лучше, мы сейчас не используем это полусмусность свойства, а используем понятие метрической регулярности. На самом деле это одно из основных понятий вариационного анализа. И я думаю, что, значит, ну, по крайней мере, все, кто здесь присутствует, или по крайней мере большая часть, с этим знакомы. Опять же, можно прочитать об этом понятии в книгах. И, значит, вот это понятие такое, значит, что это на самом деле эра баунт локальная. То есть мы говорим, что у нас отображение F, которое вообще многозначное, она метрически-легуриальна возле точки Y-щертой из графика. Если мы можем оценить расстояние от X до преимиджа, до обратного имиджа, линейное через расстояние между Y и Evo X. На самом деле вот эта линейность играет существенную роль. И то, что находится в правой части, легко, на самом деле, гораздо легче вычислить. А вот тут довольно трудно. И это вот, на самом деле, если это выполняется в окрестности, то мы говорим, что у нас имеется метрический выбор. На самом деле это понятие восходит к люстернику. Люстерник в его статье 1934 года, он, на самом деле, это понятие не определил, но он неявно его использовал в доказательстве одной лемы. И вот этот вот лем, он, и он, вот то, что называется, люстернинский диагноз, люстернинский администрационный процесс. Вот это все было сделано, статья была забыта. И вообще, если бы не его ученик, Алексей Алексеевич Милютин, который был учеником люстерника, он это вспомнил и стал применять к оптимизации. И на самом деле стал применять даже не эту эстемию, а вот метод доказательства. Метод доказательства очень интересный. Такой метод, который, в общем-то, какой-то тоже обобщенный метод Ньютона для доказательства этого способа. Но это, на самом деле, сейчас уже понято, что это свойство довольно общее, и оно эквивалит лексической стабильности для обратного отображения. Также вот то, что называется каверинг, накрывание, свойства накрывания. Эти все вещи взаимосвязаны с точностью до обратного отображения. И что мы можем? Мы можем через производные, мы можем полностью корректиризовать это свойство. То есть необходимое достаточно условие. Это получше было в моей статье в TransXX в 1993 году. И называется, коктейли называют ее моим именем. Это кодеревити критериям. То есть что мы можем? У нас имеется кодеревити. Рассматриваем, на самом деле, вот это вот кернер кодеревити. То есть те значения Y со звездой, что 0 принадлежит здесь. И тогда, если этот кернер только 0, тогда у нас есть необходимые достаточно условия. Но для случая лепшицевой устойчивости, которая на самом деле эквивалентна для обратного отображения, будут условия, что кодеревити в нуле только 0. Вот это есть необходимые достаточно условия. Значит, это нетривиальный. Для его доказательства используются валюционные принципы. Опять же, валюционные принципы, оптимизационный подход. Это и есть at the heart. Это и есть в основе валюционного анализа. И вот такая метрическая логариация является условием, которое позволяет нам работать с этим Левенберг-Мартфорд алгоритмом. То есть мы рассматриваем этот алгоритм и накладываем условия positive semi-definity, положительной полуопределенности, гисяна, обобщенного гисяна. Кроме того, мы для случая C1-1, мы предлагаем, что у нас градиент является метрически регулярным. Опять же, имеется условие, которое это описывает. Тогда мы говорим, что у нас на самом деле решение будет тилт стабильно. То есть мы уже говорили не просто сонарная точка, а у нас имеется хорошее, устойчивое решение. И этот алгоритм, который мы рассматриваем, обобщенный Левенберг-Маркфорд алгоритм, сходится к их черту. И конвердженствует скорость сходимости такая, что в общей ситуации значение функции сходится к Q-линейной. Линейная, значит, сами итерации и градиенты сходятся, ну, тоже линейная. Но если мы будем предполагать semi-smooth star пропаде, полусмутность пропаде, тогда у нас имеется сходимость, значит, сверхлинейная. Мы получаем лучшую сверхлиниерную сходимость. Q-superlinear convergesis. При вот следующих условиях, либо у нас градиент, он дифференцирует по направлению, либо имеется вот такая вот adjustment параметра. То есть все параметры, которые мы используем в алгоритме или в определении функции, они вот таким образом взаимосвязаны. Тогда мы имеем суперлинию расходимости. Вот это ситуация, которая есть. Теперь, значит, рассмотрим сейчас задачи, которые нас интересуют. Больше всего сейчас это задачи, значит, выпуклые, значит, композитные оптимизации. Значит, на самом деле, ну, как мы все знаем, название, и тут, в общем, композиция в том, это сумма двух выпуклых функций. Но эти выпуклые функции, они разные. Одна функция F, первая функция F, она хорошая. Хорошая, выпуклая и гладкая. И часто мы даже квадратичные берем. А вторая функция плохая, то есть называется регуляризатор. Эта функция выпуклая, но вообще, говоря, принимает значение в расширенной прямой. То есть здесь могут ограничения, это охватывает ограничения. Вот это вот назвать, по-моему, это впервые этот класс был рассмотрен Масаа Фукушима, японский математик, довольно давно. Но сейчас это довольно популярный класс функций, действительно, он охватывает многие вещи. И учитывая, что здесь есть выпуклость, мы можем говорить о глобальной сходимости. Не о локальной, а о глобальной сходимости здесь. Но для этого мы должны рассмотреть некие понятия. Классическое понятие максимального отображения, которое определяется таким вот образом. Арк минимум, вот эта функция, мы только это употребляем для регулизатора. И плюс это квадратичная добавка. Опять же, я думаю, что все знакомы с этим понятием. На самом деле, в общей ситуации не так просто это вычислить. Но для выпуклых функций, особенно такие, которые возникают в приложениях, в частности в статистике, machine learning, image processing, такие вещи вычисляются. И имеется довольно много литературы. И в книгах, где мы знаем максимальные исчисления. Это хорошо используемые понятия в чистых методах. А вот понятие, которое следующее, это довольно новое. И опять же, это было введено… Я не знаю, ребята, по-моему, они бельгийцы. Юра Несина хорошо знает. Значит, Патвимас, вот первый человек Патвимас, и второй, я не знаю. Вот они ввели это в своей статье в конференции в AAA Proceedings. Ввели понятие, которое они назвали Forward-Backward-Endelope, FBE. И это вот такая конструкция. Она тут написана, я не буду опять же деталить. Смотрите, вы видите, тут тоже есть квадратичный термин, но еще имеется линейный. Значит, здесь ситуация для общей функции, где F – это гладкая, хорошая функция, имеется производный градиент, а G – это плохая функция. Вот мы, так сказать, такое понятие. Что интересно, что вот для таких задач вот эта вот FBE является C to smooth, то есть является дважды неприемно дифференцируемой, и она, ее градиент, значит, неприемно полипсису, и он вычисляется вот таким образом. Он вычисляется через проксимальное отображение вот по такой форме. Это вот основной результат, который они получили. Сейчас он сильно развивается, и он в различных направлениях развивается, и довольно сильно используется, мощно используется в численных метках разного порядка. Но вот для Ньютонского метра я не знаком с этим, используя этого понятия, но является довольно, довольно интересной. Это вещь, которую почитает. Что нам позволяет вот эта вот теорема? Она позволяет фактически свести задачи композитной выпуклой оптимизации к задачам C1-1 оптимизации, которые мы рассматривали. Мы можем свести, но при этом мы должны показать, что наши предположения, мы должны сделать предположение такие, чтобы они выполнялись для вот этого FBE, но в терминах исходных данных. То есть у нас исходные данные – это F и G. FBE – это не есть исходные данные. Это то, что мы получали, это наша, так сказать, наша туз, то, что мы используем. Вот эта идея, действительно очень существенная идея, которая позволяет действительно свести к задаче, которую мы хорошо изучили. И вот на этом поле мы посмотрим два алгоритма. Значит, первый алгоритм – Денфирно-Ньютонский алгоритм для выпуклой композитной оптимизации. Значит, в этом алгоритме мы сейчас рассматриваем ситуацию, когда хорошая функция, еще квадратичная даже. То есть вообще можно рассматривать, когда и не квадратичная, но гладкая. Ситу, на самом деле. Должно быть дважды. Но тут вот для простоты рассмотрим квадратичную. И в этой ситуации у нас все эти параметры нам известны. И вот тогда у нас такая схема. Значит, вот схема вот этого, значит, третий шаг – это обобщенное, так сказать, уравнение Ньютона, которое строится таким образом. Но параметры, вот в этом вообще уравнении Ньютон, они определяются вот таким образом. Через исходные данные. Конечно, у нас имеется здесь максимальное отображение используют для регуляризатора. Но это отображение, так сказать, как я говорю, часто можно вычислить, имеются формулы, и в частности мы вычисляем для задач ЛАСа, которые будем рассматривать. А остальные вещи довольно стандартные. То есть вот эти вот, то, что в красном, это то, что новое для вот этого алгоритма. И тут я хочу сделать небольшую паузу, у меня не так много времени осталось. Но вот есть понятие дважды эпидифференцированности. Это понятие используется, так сказать, в результатах, которые потом, но не очень мощные. Поэтому я не буду это подробно говорить об этом. Значит, это понятие было введено Терри Рокофлэдором, опять же, все в другом, значит, ракурсе. Это в книге, его книге с Роджером Веттсом все можно найти. Но это понятие, так сказать, рассматриваем вторую производную, которая является пределом разности второго порядка. Вот это определяем. Это просто определение второй производной. А то, что вот Терри называл дважды эпидифференцированности, это означает, что, значит, у нас имеется такая последовательность WK, которая сходится к направлению, что у нас вот имеется полный предел, то есть не лимф фактически, а полный предел, значит, в термах это подпоследствием. Довольно сложное определение, но оно, так сказать, действительно используется. Ну что, опять же, для нас важнее определение, а когда это будет. Значит, это будет, естественно, для всех выпуклых функций, а также для функций, которые являются, то, что вот Терри называл амидабл, фули амидабл, но дружеские, значит, фули амидабл. Но вот на самом деле недавно у нас было исследование вот с группой моих студентов, других, и статья опубликована в Transaction America Massacre в этом году, большая статья больше 50 страниц, где мы исследовали понятие параболической регулярности. И вот эта параболическая регулярность, она полностью нам дает дважды эпидифференцированность, и, кроме того, параболическая регулярность имеет, так сказать, полное исчисление. То есть там много всего имеет всякое приложение к оптимизации, не к чистой оптимизации. Здесь мы пытаемся к чистой оптимизации, но на самом деле, вот если у нас есть параболическая регулярность, это лучше то, что вот называется C2 Reducibility, банан с шапира. Я думаю, что многие знакомы с этим понятием Reducibility. Это лучше в том плане, что это, во-первых, шире, во-вторых, имеет полное исчисление. Мы можем знать, когда все... И сейчас у нас имеется вот этот двайс обедительный шапир. Опять, не будем на этом останавливаться. Если кого интересует, я буду очень рад обсудить. И что мы имеем? Значит, мы имеем действительно вот сходимость этого Донфирна-Ньютонского метода. Опять же, мы предполагаем здесь, не опять же, а вот такие, к сожалению, предполагаем, что у нас это A положительно, определенно. Это на самом деле сковывает, ограничивает класс задач. Для этого алгоритма это важно, иначе мы даже не имеем разрешимости. И тогда у нас имеется, как и раньше, как для Sivaman-оптимизации, глобальная R-linear conversion tilt-stable minimizer глобально, но minimizer еще будет tilt-stable. То есть решение необходимость глобально, но у нас хорошие свойства отракуумки. И опять же, если у нас имеется наше саградиентное отображение для плохой функции, для регуляризатора, полугладкая, стар, тогда у нас имеется то, что мы хотим. Q суперлиния отказалась. И опять же, при аджахтном паре, если у нас имеется дважды эпидифференцированность, мы не должны ничего аджахтать. То есть для любых параметров, которые были в начале. Если же у нас ее не имеется, тогда мы компенсируем отсутствие дважды эпидифференцированности для соответствия между параметрами. И тут все это в ценных исходных данных, все у нас имеются ограничения. Значение мы можем сказать, когда у нас имеется сверхлинейная сходимость, если даже нет дважды эпидифференцированности. Теперь последний алгоритм, который мы будем использовать в численных исчислениях, тоже это обобщенный Левенберг-Маркуард алгоритм для композитной выпуклы оптимизации. Здесь мы не предполагаем положительной определенности. Алгоритм строится таким образом. Опять же, вот это основное, то, что в красном, это основные новые соотношения, которое расширяет действительно Левенберг-Маркуард, сводится к нему в случае гладких задач. И вот мы находим отсюда направление. Дикей, разрешимое, разрешимое из таких веков. Тут нет обратных матриц. То есть, если мы посмотрим, здесь все очень-то вычисляется. Конечно, мы должны уметь вычислять максимальное отображение и уметь исчислять обобщенный дифференциал. Но мы это умеем делать для класса задач, которые нас интересуют. То есть, это общий алгоритм, армиха рул и все как везде. Значит, вот это, то, что в красном, это новое. И в такой ситуации мы имеем вот такую глобальную сходимость. Глобальная сходимость такая. Во-первых, у нас любая предельная точка этой итерации в этом алгоритме является оптимальным решением. То есть, глобально сходится к оптимальному решению. Если у нас субгредиентное отображение, первого порядка субгредиент является цельовой функцией, он метрически регулярный, но мы знаем, когда это будет, тогда мы гарантируем, что есть на самом деле будет глобальная R-линия сходимость, уже к tilt stable minimizer. И более того, мы даже модуль скажем, какой будет. То есть, модуль метрической регулярности дает нам такой же модуль сходимости. Если у нас имеется semi-smooth star полугладкой со звездой, в негладком случае, когда у нас имеется регуляризатор, плохая функция регуляризатора, тогда у нас имеется лучшая сверх линейная расходимость. То есть, лучше мы не хотим. Но это опять же при одном из следующих условий. Либо у нас имеется дважды эпидифференцированность, тогда ничего не нужно аджарствовать, кроме, так сказать, исходных данных. Либо если ее нет, тогда у нас вот такая аджарствная параметра, где все параметры эрголитма и условия, которые мы используем, они все взаимосвязаны. Вот это то, что мы получили. Теперь, наконец, последнее приложение к классу задач Ласса. Задачи Ласса, они были впервые введены в 86-м году. Тиш Рухани, такой канадский статистик, потом он был американский, он действительно очень известный, академик всех академий и до сих пор живет, он в Стэнфорде работает. Вот он сам статистик, кандовый статистик, и он ввел класс таких задач, которые имеют абсолютно четкую статистическую подоплеку. Вот основная задача Ласса, Ласса это обверейшим стоит там не так важно в данной ситуации, это не человек, Ласса это обверейшим понятие. Вот так называются эти классы задачи. Вот это его основная всякие разновидности, мы тоже можем решать, но сейчас вот это основная которая построена тут евфлидовая норма вот этого матрицы AX минус B, а это вот добавка, которая негладкая норма, это стандартная L1 норма негладкая. Вот матрица A она M значит M на N матрица и mu это параметр который задан. Наш алгоритм, который значит демпет ньютонский алгоритм мы будем называть GDNM для сравнения это Generalized Dempt Newton Methods и алгоритм который расширение Левенберг Markwood будет GLMM Generalized Левенберг Markwood Methods Methods Ok Z Для таких вот задач мы полностью вычислим все параметры этих алгоритмов. Вторые так сказать обобщенные GSEAN проксимальные методы все что нам надо мы вычисляем вот в терминах значит начальных данных начальных данных это A, B и mu это то что у нас имеется и тогда мы можем провести численные эксперименты и численные эксперименты проводятся опять же используя стандартные так сказать репозитори депозитори значит которые известны и значит для всех алгоритмов для вот этих двух алгоритмов в сравнении с алгоритмами вот то что называется EDMM это ссылки но это Стив Бойл и его группа которая это развила FISTA это алгоритм который развили Марк Тибуль и Амир Бек и вот то что называется SSNAR это второй алгоритм второго порядка алгоритм который довольно недавно развил эта группа Дефэнг Сун такой довольно известный математик китайский он сейчас был в Сингапуре сейчас он в Гонконге и его группа и они получили большую премию это просто решение задач задач типа LASA я хочу сказать что LASA они не только в статистике они сейчас очень много применяются то есть если вы посмотрите вот LASA даже на на гугле то вы увидите огромное количество работ и в точности посвященной LASA различным приложениям это все это многое и что мы имеем тогда в этой ситуации мы проводим полностью все исчисления и что получается что если все зависит от того как согласован эти порядок матрицы M и N значит если M больше либо равен N то наши алгоритмы оказываются лучше чем другие это удивительно но на самом деле водоисчисление которое позволяет у нас лучше чем другие алгоритмы как правило если же M меньше чем N то для решения таких задач LASA Левенберг маркет алгоритм лучше чем DEMPAC алгоритм и часто лучше чем FISTA и N и DMM но как правило хуже чем SSNAL когда M меньше чем N и вот тут есть таблица конечно слайды будут все доступны и вот тут есть исчисление то есть конкретное вычисление по этим алгоритмам и вот видно что происходит значит тут разные случаи когда M и N значит когда M меньше чем N когда больше чем N то есть вот это таблица много других есть тени в статье которая сейчас available которая доступна в этой статье там гораздо больше приведено и там все это подробно откомитировано то есть вот это в принципе то что я хотел сказать по поводу литературы я просто в алфабитном порядке я перечислю статьи которые могут быть интересны значит вот это для Фиста Беккен Тибуль то что Фиста они так называют Fast Iterative Sinkable Sysholding Алгоритм Фиста значит вот эта статья которую они развили сейчас много развивают вот статья Стива Стива Бойда и сотрудников его для по поводу ADM это вот статья Кфефера и Аутраты по поводу Семи Смут Стар понятий и они тоже прилагали к Ньютону Мед но другому порядку локально сходим который на самом деле отличается от нашего и они не стали рассматривать статья новая 2021 года вот это вот так припринт который мы написали с группы савторов и найдете детали всего это статья значит Дефэнг Сунг Ким Туо и видимо их аспиранты они знают Вали а эти два очень известны по поводу вот это то что они назвали Хайли Фишин Семи Смут Ньютон Аугмент Лагранжен Мэсс Фосовинг Ласса Промблемс это довольно интересная работа они комбинация второго порядка но они использовали Семи Смут Ньютон но они прилагали к Аугмент Лагранжен и вдвойственной области Аугмент Лагранжен имеет малая размерность та проблема двойственная которую они прилагали и получился хороший результат опять же когда для Ласса когда М меньше существенно меньше чем Н вот эта статья в Transaction с моими бывшими аспирантами сейчас уже профессора вот это она опубликована в этом году то есть больше 52 страницы но там чисто теория вот этого второго порядка для то что называется парабольнический регуляр это моя изначальная статья где эти производные были введены английский вариант 76 года вот это статья где я ввел обобщенные субдифференциалы обобщенные гистьяны значит но опять же это совсем без других соображений то есть там приложение к устойчивости маргинальных функций но вот это понятие действительно было потом развито вот эта статья в Transaction где корректиризация всех этих свойств метрической регулярности и covering open ellipsis property вот эта книжка моя на английском которые два тома и там на самом деле ничего нет про численные методы а как раз про вот все эти вещи исчисления этих обобщенных субдиффициалов гистьянов и приложения разные это более новая книжка где имеются другие приложения в основном вот это вот статья от понятия вот этого FDI очень условия сейчас они массу написали и другие люди очень используют понятие массу статей кто интересуется конечно найдет это статья Поликян Рокефеллер насчет Тилл стабилити которые имеются и вот это классическая книга Рокефеллера и Ветса где ну конечно все это численно ничего нет но там есть в конечномерные понятия для первого порядка то есть вторым порядком там используются понятия для твойских эпидифференшибилити но вот это обобщенных хистьян они там не рассматривают это более новые вещи для развития и применения к числению метра вот все если немного больше времени я конечно виноват но надеюсь что я не очень сильно превысил так что если какие-то вопросы я буду очень рад вопросам и комментариям пожалуйста большое спасибо спасибо большое коллеги пожалуйста вопросы есть ли вопросы ну я наверное тогда сам начну потому что активность не проявляет вот на самом деле когда у нас ну не гладкая задача то там в принципе острый минимум часто может быть вот как-то альтернативный сам факт что минимум острый можно как-то использовать чтобы тоже может быть другим способом получать сверхлинейную сходимость или даже конечную то есть что мы просто сходимся за конечное число итераций саша очень хороший вопрос на самом деле честно говоря я как-то не думал об этом то есть я конечно знаком с этим острым минимум и использовал его в разных работах но не в этой и это конечно интересный вопрос я знаю что Борис Теодорович как раз мне рассказывал про этот острый минимум когда он только появился я тогда был у него на Ростовской набрежной и он мне говорит вот смотрите что я придумал и это было еще до всех его докладов там яси которые он сделал и действительно он придумал для чистых метров сейчас на самом деле это очень сильно используется везде и несомненно в чистых метрах но я к сожалению ничего не могу сказать то есть заведомо это стоит рассмотреть это действительно интересная вещь заведомо но к сожалению пока нет ничего не знаю да ну и на самом деле тоже ничего не знаю я спросил именно ну то есть не потому что что-то знал а просто стало интересно а второй вопрос еще есть относительно скорости сверхлиней необходимости в книжке Немировского-Юдина в качестве одного из упражнений можно найти значит такую ремарку ну по сути упражнения докажите что быстрее чем лок-лок один на эпсилон невозможно решать задачи оптимизации даже там в условиях сильной выпуклости в условиях гладкости сколько угодно высоких порядков ну там немножко аккуратнее сформулировано и возможности использовать производных тоже любых порядков то есть там приводится конкретный пример функции ну точнее способа построения функции от одного аргумента на котором оптимизировать использовать понятие определенного оракула то есть локального именно но локального использующего старшепроизводные которые что это функция нельзя оптимизировать по сути быстрее чем Ньютон то есть там вопрос идет только о том какое основание у этих логарифмов в Ньютоне оно одно в других методах оно другое там же есть первый логарифм внешний внутренний лок вот дальше там вопрос какие там основания у этих логарифмов но как бы если лок-лок удается получить это уже очень круто это что-то Ньютоноподобное вот правильно я понимаю что как раз это более-менее то что у вас получается то есть тоже лок-лок Саша это замечательное замечание к сожалению я ничего не знаю то есть на самом деле я чистым методом совсем недавно подошел и у меня к сожалению такого бэкграунда настоящего нет но то что вы сказали это очень интересно а где это написано это что в первой книжке Немировского Юдина на самом деле это практически как бы сказать ну вот недавно стали это люди переоткрывать а вообще это вот книжка Немировского Юдина 79-го года там есть упражнения я ну как буду за рабочим компьютером я постараюсь вам ну просто это прислать эти материалы они довольно интересные это это очень интересно это конечно заведомо да да пожалуйста вот еще один вопрос есть пожалуйста да а меня меня слышит кто-нибудь да да мы вас видим и слышим все хорошо ну замечательно здравствуй Боря здравствуй Рома рад что ты пришел да сейчас видишь вот эта болезнь нехорошая с другой стороны создает возможности которых раньше не было да это правда это правда я хотел бы несколько слов сказать вот по поводу ньютоновского метода и вот этих последних замечаний которые идут от Немировского и Юдина это упражнение говорит о том что быстрее ньютоновского метода ничего быть не может вот так да только это вот это вот это утверждение теперь но когда он может быть ньютоновский метод он может быть локально когда функция сильно выпукла а ГСА удовлетворяет условия липшица это классический результат который восходит Леониду Витальевичу Конторовичу давно давно было теперь а когда это не так вот весь доклад сегодня был посвящен тому а когда это не так так вот давайте снимем сильную выпуклость и будем говорить что функция только строго выпукла и вы имеете немедленно пример когда строго выпуклая функция будет сходиться только локально или если говорить по отношению ко всей это одномерный пример если говорить по отношению ко всей оси на мере множества ноль она будет видеться квадратично то есть ничего и вот давно уже возник вопрос а можно ли для строго выпуклой я подчеркиваю не сильно выпуклой а строго выпуклой функции сделать ньютоновский метод который бы сходился глобально и ответ на этот вопрос был получен лет 20 тому назад оказывается для того чтобы это происходило нужно использовать так называемый LM метод но не его потому что он состоит в том чтобы регуляризованный регуляризующий множитель произвольно выбирать и чтобы он стремился к нулю нет из этого ничего не получится если вы будете выбирать регуляризующий параметр как и вклидовую норму градиента то есть регуляризация должна быть в точке это то что Боря сегодня нам писал но это ни в коем случае не LM алгоритм значит если это так делать то для строго выпуклой функции которая в точке в одной точке в минимуме сильно выпукла из-за непрерывности там всего и так далее имеет место глобально сходящийся метод который имеет квадратичную сходимость и охарактеризована область где эта квадратичная сходимость наступает кроме того функция вообще-то может быть даже недифференцируемая вне окрестности но выпуклая тогда нужно будет использовать субградиент он приведет в окрестность это еще Шор давно доказал а там уже вступит вот эта технология связанная со спецификой регуляризации и для этого дела была получена оценка сложности ньютоновского метода просто оценка количества шагов сколько нужно шагов для того чтобы ньютон метод дал решение с точностью эпсилон ну так там значит поскольку окрестность минимума охарактеризована там будет квадратично именно то что вот товарищ предыдущий сказал лог лог эпсилон минус один а там чтобы прийти туда подсчитывается совершенно конкретным образом количество шагов причем оно зависит это количество шагов от силы выпуклости в одной точке и от констанкт выпуклости кладкости в окрестности это очень интересно действительно очень интересно ну скажи вот этот алгоритм твой алгоритм о котором ты говоришь он будет по этой схеме строиться или по другой схеме то есть он строится по стандартной схеме как это называется как это как это называется ну с шагом как он там есть специальное название дамп дамп это дамп вот я же говорю о дампе это то что называется backtracking search вот это вот как раз то что мы и говорим да ну вот скажем вот это используется вот что мне интересно вот это вот используется смотри вот это уравнение ну конечно ну это же уравнение когда есть гисян оно стандартно это не гисян это не гисян это приближенно гисян вот например о том о чем я говорю вот это просто гисян что критически это не это не Левенберг-марквейк если это просто гисян то это какая-то модификация не-не-не-не Левенберг Левенберг смотри Левенберг сделал регуляризацию квадратичную регуляризацию но множитель вот регуляризирующий множитель выбран там ну не должным образом как я это понимаю вот он так выбран смотри он выбран вот так не никогда никогда ну можно можно вот вот это именно об этом я как раз говорю что именно так это то что я предложил 20 лет тому назад вот об этом идет речь то есть ты не так предложил то есть ты предложил не вот таким образом нет я предложил чтобы была регуляризация в точке и регуляризирующим множителем чтобы была эвклидовая норма градиента в точке ну а тут не в точке тут же в итерациях смотри вот то что здесь вот это эвклид не сейчас минуточку минуточку когда я говорю в точке это не важно что итерация я говорю в точке х вводится конструкция такая вводится другая конструкция которая функция в этой там два переменные два вектора у и х значит когда у равно х функция совпадает первая производная совпадает а вторая производная оказывается сильно выпуклая но очень важно это очень тонкий момент насколько она сильно выпуклая не попортит ли она так сказать то что нужно для метода Ньютона ну да обожья вот строго выпуклая это в смысле более поле когда значит что такое строго выпуклая сильно выпуклая это когда миной инвелью у гисиана больше нуля да сильная вот строго строго это сильно выпуклая а строго это когда неравенство выпуклости просто строгое неравенство То есть классическое определение? Ну да, но там запаса никакого нет. Тут есть запас, а там запаса нет. И это сильно меняет картину. То есть там у меня в статье, в книге моей есть этот пример, одномерный пример, где сходимость между минус единица и единица на единице минус циклит, а вне предела минус единицы расходится. Вообще метод расходится. Ньютоновский. Да, интересно. Я обязательно это прочитаю. Это очень интересно. Спасибо, что сказал об этом. Вот у меня эта проблема, что я не знаю предыдущих развитий. Но это, Боря, это фундаментально важно, потому что это совершенно меняет. Дело в том, что там есть большая тонкость, квадратичная сходимость. Ее очень легко испортить. И вот суть работы состоит в том, что регуляризация с регуляризующим параметром, который является эвклидовой нормой градиента, не портит квадратичную. И где? И там сказано точно, где оно не портит. В какой окрестности. Да, интересно. Я обязательно это внимательно посмотрю. Спасибо большое, что действительно сказал об этом. Обязательно посмотрю. Мне это замечательно. Квадратом нормы градиента. Там, наверное, квадрат нормы градиента. Не-не-не, норма градиента. Ком-канон. Регуляризирующий параметр. Регуляризирующий. Ну, это легко найти. Вот в моей книге это есть. В статьях есть это. Да, спасибо. Еще раз спасибо. Ну, это замечательная возможность, так сказать. И иногда можно, не приезжая в Москву, общаться с коллегами. Это да. Но слишком долго это, понимаешь? Так бы хорошо выразил. Хотелось бы это самое. Семинар замечательный. Вот то, что вот Саша организовал. Это действительно замечательный семинар. И это позволяет сейчас. Много сейчас семинаров. И, конечно, это замечательно. Я просматриваю иногда, значит, то, что доклады даже не присутствуют. Все-таки хорошо, что есть архив. Но это интересно действительно. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть ли еще вопросы? Очень интересная дискуссия была. Может быть, кто-то еще хочет посидеться. Смотри. А Бориса нет там? Бориса нету сейчас, Бориса. Бориса Теодоровича? Да. Но я не вижу его, да. Хотя бы посмотреть на него. Я посмотрел, а сейчас нет. Но он мог быть во время доклада. Ну, чуть-чуть раньше. Окей. Ну, хорошо. Передайте Борису Теодоровичу привет. Ну, он вот в этом семестре, он был на докладе в Геннаде. Михаила. Что вы говорите? Хорошо. Спасибо. А что вы сказали про Бориса Теодоровича? Спасибо, коллеги. Ну, тогда если... Можно вопрос еще к Борису Шалимовичу? Вот очень часто... Он был на одном докладе, вот Михаила Бин... Да-да, конечно, пожалуйста, Владимир. Значит, вот очень часто, когда вот какой-то семинар, конференция вне Украины, России, и вот вспоминает симметрическая регулярность, упоминают вот Грейвса, вот Лему Грейвса. Да-да-да. Вопрос. Вот Грейвс, вот он независимо от Люстерника все это делал или опирался на работу вот Люстерника? А, это очень хороший вопрос, Володя. Вы знаете, это действительно... Значит, ситуация такая. Люстерник сделал, это в 34-м году, у него статья обовлекована в докладах на французском языке, тогда публиковали французский. На французском, значит, матсборнике, доклады. Вот, и он действительно доказал вот эту Лему, которая даже была не в термином метрической регулярности, но там был процесс, который все это делал. Он доказал, а Грейвс в 50-м, в 1950-м году, Грейвс совершенно независимо, по крайней мере, так сказать, никаких связей тогда не было. Грейвс, он на самом деле, что он сделал, он сделал не для метрической регулярности, для того, чтобы это называется каверинг. То есть, он обобщал теорему Банаха на, значит, нелинейные операторы. Фактически, Грейвс об обратном, вот то, что он делал. Но он развил такой точный процесс. То есть, на самом деле, тогда не было еще известно, что понятие метрической регулярности, которое Люстерник на самом деле не ввел, но он называл регулярные точки. Вот это условие регулярного регулярности Люстерник, это в точности это есть. И понятие вот это, так сказать, накрывание, то, что называется накрывание, они эквивалентны. Тогда это не было известно. На самом деле, они же эти понятия даже не формулировали. Все это было в методе. Но что действительно удивительно, что они оба пришли к тому же, к такому же процессу. То есть, они использовали фактически некий ньютоновский процесс доказать существование вот этого, так сказать, решения. Вот это, что они делали. Это поразительно, но на самом деле нет никаких данных, что Грейс мог знать, то, что делали. Грейс, кстати, был совершенно великолепный математик. Он один из таких фундаментальных, он это Chicago School of Calculation, и он один из таких вот ведущих. То есть, я не думаю, что Грейс знал работу Люстерника. То есть, там на самом деле, если вдуматься, просто разные свойства и прочее. Ну, теперь называют Люстерник Грейс. Милютин всегда возражал против Грейс. Он считал, что Грейс сделал просто слабее результат, но он оказался неправ. То есть, на самом деле, результат Грейса оказался сильнее, чем Люстерника. Но опять же, в совершенно независимых постановках. Но вот это интересно. Сейчас называют Люстерник Грейс. И это такая... Но опять же, они не доказали характеризацию. Они доказали достаточные условия. Они не вели это понять. У них нет этого линейного рейда. Они, так сказать, то, что они делали, они фактически делали это, но они это не осознали. Вот это интересно. Ни Люстерник, ни Грейс это не осознали. А потом, когда эволюционный анализ стал развиваться, то стало понятно, что они на самом деле делали. Тогда, по-моему, ни того, ни другого уже не было в живых. Боря, можно мне вопрос задать еще? Конечно, можно. У нас председатель есть. Александр Саш, как вы? Можно, да. Боря, вот есть вот в этом определении, которое Терри сделал, ну, второй ТИЛ, вот эта вторая производная, да. Там участвует, чтобы вычислить эту вторую производную, нужно брать лимит, правильно? На самом деле, вот это понятие. Да, понятие. Ты это имел в виду, да? Нет, на самом деле, да. Это просто определение есть. Это, опять же, определение, которое я ввел совершенно из других соображений. Правильно. А Терри заметил, что это можно, так сказать. Да, это вообще определение. Но сейчас, что мы знаем? Мы знаем, что это можно вычислить. Тогда мы это не знали, Терри это не знал. Но это сейчас можно это вычислить. То есть вот эти вот... То есть вот то, что мне было бы интересно, это для каких-то конкретных примеров можно вычислить, правильно? Нет, для классов задач, скажем так. То есть не то, что примеры, но как-то для классов задач. Например, скажем, довольно большие классы задач, которые возникают в оптимизации. Ну, просто вот у меня в книжке написано все это. А для них, значит, есть вычисление конкретно в терминах... Вот это и второй произвол, потому что без нее ничего же не... Ну, конечно, когда численные методы, когда возникает численная, так сказать, реализация, конечно, нужно это вычислять. Ну, вот, скажем, вот то, что для Ласса, это вот этот класс задач, но он такой узкий. На самом деле гораздо широкий класс задач есть, где это просто вычисляется. И там получается как бы формула, да? Получается либо формула, либо алгоритм. Но на самом деле в большей части формула, который, значит, который учитывает эти данные. Например, скажем, для полидральных систем. Это можно полностью вычислить. Вот когда имеется, например, для линейного программирования, или для этих полидральных вариационных неравенств, вот эти, да, для компрометерити правильность, это можно вычисляться. То есть есть работа по этому поводу, где... То есть получаются, там получаются формулы. Получаются формулы, по сути. Формула, либо там, скажем, есть некие условия, там, скажем, какие-то там типа фейс, значит, используют. Для фейса есть формула. Ну, то есть это некая теория развитая. И формы довольно сложные. Но они вычислимые. То есть эти формы, которые там нужно видеть, посмотреть, да. Все это зависит от структуры задачи. Но это все вычисляется. То есть это же... Боря, I'm sorry to interrupt you. Но это же в Ньютоне надо делать на каждом шаге. Да, это правда. Нет, ну, есть, которые формулы есть. И эти формулы, так сказать, они... А некоторые формулы для некоторых задач. Вот так для вас это все вычисляется довольно быстро. А когда сложные системы... Сейчас же вот это вычисляется, например, для всяких задач равновесия, для всяких задач, что это называется... Вот это стокастические задачи. Вот такой есть Рене Хенрион из Берлина. Ну, вот его, наверное, знает он в ВИАСе, в Вайсчарской институтуру. Большой специалист по вычислению таких вещей. И для приложений. Вот, в частности, я сейчас занимаюсь задачей, которая называется свиппинг-просс, это задача оптимального управления, который, это Моро их ввел, не оптимальное управление, а свиппинг-процессы, процесс выметания по-русски. И там как раз вот нужны эти понятия. Там они все вычисляются. Вот вычисляется, все написано, и поэтому это является основным моментом. Там никаких нечистых методов, но без вычисления этого второго субдифференциала никуда не денешься в доказательстве. То есть, там, это возникает, когда не имеется липшицевых, например, скажем, индикаторная функция полидрального множества. Плохая функция, но там все вычисляют. Ну, то есть, есть некая теория, что ли, как сказать, что-то все есть. Ну, надо бы еще больше, конечно, нет вопроса, но на самом деле, что есть. Дело в том, что метод Ньютона это очень тонкая вещь. Чтобы он работал так, как за что мы его любим, там мусора не должно быть никакого. Это очень великатная вещь. Поэтому... Это все правда, да, это все правда. Вот. Ну, спасибо большое, опять же, за вопросы, за комментарии. Спасибо. Окей. Все, бай-бай. Да, до свидания. Саш, вы закрываете, да? Да. Бай. Да, все, спасибо. Спасибо. У нас есть вопросы. На всех случаях прошу, прежде чем закрывать. Ага. Ну, хорошо. По-моему, очень была, по-моему, самая большая дискуссия. Может быть, и одна из самых больших. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. В следующий раз будет Альбас Путари рассказывать про связь машинного обучения, оптимизация. Борис Шалимович, огромное спасибо. Был очень интересный доклад. И видно, что, в общем, вы сейчас, как сказать, на Силеру обращаетесь. Это очень интересно. Очень интересно. Вам спасибо. Вам спасибо. И надеюсь, что можно будет обсудить когда-то в личном виде. Да. Вы будете встретить. Очень надеюсь, что в марте вы сможете приехать. Я надеюсь, что все будет нормально и границы будут открыты. Хорошо. Спасибо. Надеюсь. Всего вам доброго. Да. Сейчас вечер уже. Добрый вечер всем. До свидания. Пока. До свидания. Спасибо, Борис. Спасибо. Саша, привет. Как там, Борис Феодорович? Все в порядке? Да. Я с ним говорил. Да. Вчера он был на семинаре. Он вел семинар. Все в порядке. Да. Я с ним где-то неделю назад говорил. Ну, хорошо. Всем привет большое. Да. Очень приятно было всех видеть. Пока. Спасибо большое. Да. За очень интересное выступление. И за общение. Спасибо вам большое. Ну, пока.